Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, Black's Infinity, и я не мог пропустить полный релиз сериала Пингвин на этом канале, и обязан был записать обзорчик на него, потому что сериал получился действительно годным, интересным, и это моя, так скажем, небольшая зарисовка того, почему нужно смотреть сериал Пингвин, почему сериал Пингвин так важен в данный момент до времени для гиг-сообщества, и каким образом Мэтт Ривз продолжает развивать свою вселенную очень грамотно, очень интересно, ну и вообще, для чего смотреть сериал Пингвин? Давайте без лишних слов поехали. Для начала хочу сказать, что сериал Пингвин продолжает тенденцию, которую Мэтт Ривз задал в своем первом фильме про Бэтмена, он пытается совместить два стиля, которые кажутся несочетаемыми поначалу, да, но он пытается это сделать, это бизарность комиксов, что-то максимально такое, не поддающиеся моментами логики, не поддающиеся настоящим законам физики, что-то совсем фантастичное, не реалистичное, но при этом он это сочетает с приземленным реализмом, делая людей, их, давайте так, людей, сам город, то, как они общаются, вот эти все образы, психологические аспекты, он делает это все максимально правдоподобным, таким, каким бы вот эти вот все персонажи, возможно, оказались бы в нашем мире именно, но при этом давая им иногда действовать, давая им силы и возможности, которые есть вот в их самых фантастических комиксовых эпостасях, и это очень интересное сочетание, которое привносит во вселенную Бэтмена иной штрих, такого мы, по сути дела, нигде не видели до этого, пытался это сделать Нолан в Бэтмене начало, но у него все-таки больше на реализм не хотело, и потом он в темном рыцаре уже совсем ушел в сторону более реалистичного, супер приземленного, но я не говорю, что это плохо, потому что у каждого автора свое видение, и Нолан в своем видении выполнил все на 10 из 10, но Мэтт Ри все-таки пытается показать нам что-то более такое иное, более что-то интересное в рамках кинематографа, да, и у него это получается, и вот, как я говорю, Пингвин продолжает эту тенденцию, то есть, если вы боялись, что Пингвин будет слишком таким реалистичным сериалом о гангстерах, то нет, здесь есть приколы, моменты, когда Пингвин ультует жестко, его просто никто не может пробить, когда там какая-то фантастическая ерунда, и это все отлично сочетается с вот этой вот приземленной атмосферой, это вот одно из то, что мне прямо нравится в вселенной Мэтта Ривза. Дальше, конечно же, сам Пингвин. Персонаж Пингвина получился действительно фантастичным у авторов сериала, конечно же, здесь уже заслуга не Мэтта Ривза. Основной сценаристкой сериала по совместительству, наверное, около шоураннером является Лорен Лефранк, которая, собственно говоря, и привела огромную работу над образцами героев, которые здесь есть. Мэтт Ривз тоже, конечно, задействован, не будем исключать его важности, потому что это все-таки его история, и он это все курирует. И Пингвин здесь, он получается очень многогранным, то есть если взять того второстепенного персонажа из фильма, да, мы про него почти что ничего не знали, кроме того вот, что он такой вот мафиози, но еще на подсосичах, что он такая крыска вроде в моментах предает, но мы про него ничего особо не знали, ничего не понимали. И здесь в сериале провели просто отличную работу персонажей, потому что нам показали его внутренними, нам показали то, как он уживается со своими близкими, как он уживается со своими врагами. Нам показали его уклад в целом, почему он это делает. Я не буду тут особо справедливись, потому что хочу, чтобы вы сами посмотрели, это как бы наставление мое такое. Мне очень понравилось то, как сериал, он как бы делает двоякую такую оппозицию того, для чего все эту Пингвину нужно на самом деле. То есть в целом вся основная тема этого сериала это правда и ложь в отношении того, чем что движет Пингвином. Зачем он лжет? Почему он не говорит правду? Все на протяжении восьмых серий это постепенно нам раскрывается. Как одно приводит к другому, как при помощи удержания связей с близкими, с семьей, ему удается подниматься по лестнице мафиозной структуры и становиться все выше и выше. Мне очень понравилось в этом плане, в принципе, развитие злодея и при том, что он не отказывает именно в том, чтобы этот сериал оставался быть именно про злодея. То есть ту же ситуация, как с первым Джокером Тодда Фильмса. Нам делают сольлинг про персонажа, но его не обеляют, а наоборот делают как бы максимально таким ублюдком. И это тоже интересно, потому что Пингвин из того, что мы видели из Бэтмена и начале первой серии Пингвина, под конец становится ну просто мразью. Он становится настоящим Пингвином, настоящим злодеем, тем уродом из комиксов, которому даже уже не хочется сопереживать. И сериал очень грамотно это делает, потому что оставляет нас с этой информацией на титрах. Здесь интересный момент в том, что Пингвин по ходу самого сериала сам персонаж никак не развивается. И это неплохо, потому что есть такие персонажи, но здесь развивается наше мнение о нем. Тот персонаж, которого мы видим в первой серии и в последней, остается тем же самым. Но наше мнение о нем меняется кардинально. В наших головах он меняется. И все это благодаря очень грамотному развитию разных конфликтов внутри истории. Это очень круто. Ну и помимо этого, да, само нахождение Пингвина в этом месте, сериал справляется также с функциональной своей задачей. То есть в первой части Пингвин был просто под сосиком у Фалькона. И там не было никакой арки того, что он будет уже в следующей части боссом. И вот этот сериал нужен, чтобы закрыть Деру, которая могла бы образоваться в начале второго Бэтмена. То есть явно Мэтт Ривз хочет, чтобы во втором Бэтмене Пингвин уже был главной мафиозной структурой Готэба. И вот этот сериал функционально, очень грамотно справляется с этой задачей. Почему он грамотно справляется со своей задачей? Потому что банально интересно смотреть этот сериал. Я не хочу особо кидать палки в ворота сериалов Марвел. Но вот выходила на днях Агата, которая, по сути дела, имела все то же самое на руках. Это сольная история про злодея, которая функционально нужна, чтобы меньше вопросов возникло в следующем проекте. Я просто сравнил, как эти два сериала подходят к этому действию. Если Пингвин углубляется в самого персонажа, пытается исследовать его внутренний мир. Создает интригующую, завораживающую, криминальную историю. Где также уделяет время различным второстепенным персонажам на раскрытие. И при этом очень круто, функционально справляется со своей основной задачей. То в Агате, как по мне, абсолютно с этим не работает. Это абсолютно скучный сериал, где абсолютно не пытаются уделить какого-то должного внимания второстепенным персонажам. А основная сюжетная линия, это просто три раза повторение одного и того же. Вроде бы сериалы структурно издалека похожи друг на друга, да? Но насколько же качественно они отличаются? И в этом, конечно же, плюс Пингвина. Потому что его банально вот тупо интереснее в разы смотреть. Здесь есть сюжетные мостики в виде и во все тяжкие. Ну, видно, что вдохновлялись особенно сериалами Винца Гиллигана во все тяжкие. Лучше звоните Солу по событиям, которые здесь происходят. То есть там важна была событийность того, и как персонаж в ней оказывается. И, собственно говоря, здесь тоже вот это вот все есть. И Сопрано с его диалогами, с его эстетикой, да, вот этой мафиозной. Это тоже здесь преобладает. Но я не могу назвать, что Пингвин это прям копирка какого-то сериала. Потому что сам Пингвин это очень уникальный персонаж. Хоть он поначалу кажется таким местным Тони Сопрано. Но под конец ваше мнение о нем разительно будет отличаться. Потому что персонаж абсолютно на него не похож, только лишь, собственно говоря, обложкой. Внутри совсем другое. То есть, мне кажется, это тоже хороший был пример того, что вот они обложкой пытались сделать персонажа похожим на другого какого-то, да. Чтобы какой-то зритель заинтересовался историей Пингвина. Заинтересовался так, похоже. Я посмотрю, да. Обычно так это работает. Но потом, по ходу всей истории, мы понимаем, что это абсолютно другой персонаж в плане его проработки. И это очень круто. Потому что они не просто слизывают самого персонажа, они, так скажем, играют в маркетинг. Понимаете, да, о чем я? И это очень круто на самом деле. Потому что, я думаю, цифра-цифра привлекла очень много фанатов Сопрано, этот сериал. И как же они приятно были уделены в конце, что это не шаблонная копирочка легендарного сериала. Ну, а интрига в этом сериале создается за счет того, как Пингвина взаимодействует с другими персонажами. Мне немножко не понравилось все то, что было связано с Альваторой Морони и семьей Морони. Как по мне, это один из минусов. Но это тоже тут спойлеры. Довольно остросюжетный сериал получился. Слишком сумбурно прокатились по этому всему делу. Один из минусов для меня. Но вот София Кафалькона, это, наверное, ее лучший образ во всех медиа, которых был. Возможно, даже в комиксах я ее не так часто видел, которые я читал. Но, может быть, кто-то меня подправит. Но, как по мне, вообще великолепный образ и актриса очень блистательно справилась. В целом, тут актерские работы просто восхищение. Особенно Колин Фаррелл. Он просто выдал божественную работу. Я думаю, на Эмми номинация ему точно обеспечена. Но и Кристин Миллиотти, которая играет Софию, она тоже подарила нам женский образ Фем Фаталь. Очень сексуальный, но при этом максимально опасный. И даже где-то безумный женщина, которая готова пойти на все ради того, чтобы добиться своих целей. И ее противовспаляет Пингвину. Здесь, по сути дела, сражаются два антагониста друг против друга. И это интересно, потому что в Джокере Джокер сражался, по сути дела, более-менее с адекватными людьми. Ну, с адекватным в фильме. То здесь мы видим конфликт реально двух просто конченых уебанов. И это очень интересно. Наполовину все же София Фалькона захватывает сериал Пингвин. Она является вторым главным персонажем в этом сериале. И если поначалу непонятно, почему так, то под конец становится абсолютно понятно. Потому что синергия именно противостояния конфликта на всевозможных уровнях драматургии у Пингвина и Софии здесь выступает просто как надо. Ты переживаешь за все аспекты, которые происходят внутри повествования. Это очень круто. Это очень интересно. Особенно четвертая серия, где нам рассказывают предысторию Софии. Она максимально несправедлива по отношению к этому человеку. Она раскрывает ее отца Кармальна Фалькона тоже с другой стороны. Но при этом создает персонажа. И самое интересное, что София, вот в отличие от Пингвина, который не меняется как сам персонаж. Он каким был в начале первой серии, таким остается. Меняется лишь наше отношение к тому. Ведь мы узнаем что-то новое. То София как персонаж действительно меняется от первой к последней серии. И более интересно то, что она меняется не по собственной воле. Она принимает, натягивает на себя маску. Возможно, становится самой маской, которая натянул на нее общество в начале ее пути. Это тоже очень интересное развитие. Потому что если Пингвин, по сути дела, строит маски, а является совсем другим человеком. То у Софии, наоборот, совсем история. Она была другим человеком. Но ей пришлось стать тем, кем она не была. Кем ее принимало общество. Для того, чтобы выжить. Интересно, да? Тоже противопоставление абсолютно разных персонажей. И они противопоставляются таким образом. Очень круто. Я уверен, если анализировать еще глубже этих персонажей, мы найдем еще больше противопоставлений. И даже каких-то интересных параллелей. Потому что оба этих персонажей предавались. Оба испытывали психическое горе. Оба требовали в какой-то момент признания. Это очень интересно. Очень интересное предстояние конфликта. Также мне очень понравился подсос. Правая рука Пингвина Виктор в этом сериале. Тоже не хочу особо ничего про него говорить. Но то, что даже вот такого вот, так скажем, маленького персонажа. У него есть какая-то своя мини-арка. Которая связана с Пингвином. И ты видишь, как персонаж развивается. И ты видишь, почему он это делает. То есть причина, следственная связь максимально ясно показана, хорошо показана в персонажах. То, что сериал и в целом вселенная Мэтта Ривза, она углублена не на какое-то там конкретное действие. Там экшен, на какие-то шутки или что-то еще. В первую очередь, это персонажи. Они важны в этой вселенной. И вот тоже Виктор, это персонаж, которого мы понимаем, о котором мы начинаем сочувствовать, что он оказался вот в перепитиях такой вот войны мафиозных банд. Тоже отличный персонаж, как по мне получился. Вот три персонажа прямо, которые, ну, стоит отдать должное. По визуальной части, ну, тут мне тоже абсолютно нечего сказать. Я уже говорил до этого, что сериал очень много берет от Сопрано и сериал Финца Гиллигана. И в том числе визуально он пытается это подчеркнуть. В том числе он соблюдает визуальную характеристику и визуальный тон первого Бэтмена. Поэтому многие кадры, которые вы видели в Бэтмене, Пингвин будет вам их, так скажем, напоминать. Чего-то прямо супер-супер невероятного, красивого я здесь не увидел. Но в целом выдержана была очень шикарная работа с визуалом, с визуальным повествованием. Графически тут тоже очень хорошо все было сделано. Особенно сцена потопа во флэшбеке была показана очень хорошо. Ну, тут как бы на этом все стабильно хорошо. Из такого еще небольшого минуса, не знаю даже, плюс-минус я могу так сказать, его выделить. Это то, что сериал с первой по четвертую серию строится на выверенной интриге того, что будет происходить дальше. Что будет делать семья Фалькона, что будет делать София, что будет Пингвин делать, что будут делать Марони. И это все завязывается в очень такой интересный клубок на уровне вот по событийности. Это похоже на то, что было там в четвертом, пятом сезоне во все тяжкие, да. То есть с каждой серии интрига, интрига повышается. Но, к сожалению, сюжет так построен, что после четвертой серии в целом основной сюжет сериала, основной базис. Он становится предсказуем. То есть, в принципе, ты понимаешь, куда все катится. Это не то, что плохо, но просто то, что сериал раньше строился на создании такой остросюжетности и интриги. Это все улетучивается, и это немножко приятно, потому что это все-таки забирает некоторые очки у динамики повествования данного сериала. Но при этом, при всем этом, создатель, видимо, это все понимали. Сценаристка понимала это на уровне еще написания сценария. Поэтому одну конкретную интригу, связанную с основной психологической характеризацией пингвина, они оставляют на десерт, на самую последнюю серию. И это такая неожиданная интрига, которую я вам, к сожалению, в обзоре спаливаю, но извините, пожалуйста, меня. Такая неожиданная интрига, которая моментально появляется и взбудораживает умы. Все равно, как бы, тут такой момент, что обычно она должна расти, если она и где-то провисает, то пиковый момент вот этой вот интриги, он должен быть всегда в конце. Но, как по мне, все-таки по интриге четвертая серия была самой такой вот насыщенной, остросюжетной, интересной, неожиданной. И все-таки восьмая серия, хоть и пытается, ну не пытается, они вот прямо грамотно все это ввели, в то, что вот ввели восьмой серии, но не дотягивая до этого уровня. Но все равно молодцы, что знали то, какие проблемы есть в придуманной ими истории. И попытались их как-то вот сгладить углы. Потому что не каждый это делает. Обычно, ну, обычно в таких больших проектах сценарий напишут и сразу снимать, ничего не проверяя. А если там кал получился, то будем переснимать по 20 раз. Вот здесь задумались и сделали все очень грамотно, поэтому вот для меня такой плюс-минус. Типа минус, с одной стороны, потому что интригу немного, ну, интригу так хорошенько они просрали. Но при этом они знали об этом и хорошо сгладили углы, добавив один вот твист, который мы видим в восьмой серии. Прикольно, хорошо. Ну и в целом могу сказать, что Пингвин это отличный сериал. Это великолепный сериал, который не претендует, да, на какой-то прямо шедевр, как по мне, который является больше таким, такой вот связкой между первым Бэтменом и вторым. Но он все-таки очень грамотно подходит к своей, вот к своей рабочей задаче. Исследует Пингвина от и до досконально, представляя нам полностью образ этого культового злодея. Не забывает про второстепенных персонажей, про окружение самого Пингвина. Не забывает про конфликты, не забывает про визуальную сторону. И, конечно же, не забывает про то, чтобы этот сериал было интересно смотреть. Это самое главное. Пингвин, одна из главных находок года, отличный мини-сериал. Даже не знаю, как по мне, если брать вот все новинки, наверное, пока что вот лучше для меня Пингвин. Потом Fallout, вот это прямо два топчика было в этом году. Мне очень понравилось Пингвин. Суперский сериал, всем рекомендую, всем советую, всем смотреть. С вами был я, BlacksInfinity. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии, на мой Телеграм обязательно подписывайтесь, на мой Твич и так далее. Все. Ну, ссылки все в описании. Давайте, всем удачи, пока, берегите себя. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова